Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Добрый зимний вечер, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ» в эфирной студии по традиции в это время, четверг, 6 часов, Александра Хайрулина. Роман Шахов, он тоже здесь, друзья. Мы вас искренне приветствуем и очень рады сообщить вам, что сегодняшний концертный зал имени Натальи Власовой. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Рада быть у вас в гостях. Мы-то как рады, честно признаемся. Ждали, ждали, ждали тебя очень давно. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, вот зимняя сказка сейчас, она только начинается. Именно с приходом Натальи в нашу студию, потому что будут, естественно, как всегда живьем, звучать потрясающие стихи, слова, потрясающие звуки будут литься. Друзья, для тех, кто нас не смотрит по каким-то уважительным причинам, а слушает, у нас здесь синтезатор есть, поэтому все, в общем, будет по-настоящему и живьем. Мы что сегодня послушаем? The best новинки. Наташа, несколько слов. Я вот по пути к вам ехала, и те песни, которые всплыли в голове, как я сразу... Вы же попросили семь песен. Я вот первые семь, которые пришли в голову записала. А сложно из трехсот выбрать семь? Честно скажу, непросто. Поэтому, когда называют конкретное количество и небольшое, всегда легче. И обычно опираюсь на то, что сразу в голову придет. Наталья, ну а что касается концертов сольных, когда они происходят? Здесь-то понятно, наверное, проще, когда люди из зала кричат конкретно и просят на бис какие-то песни. Да, это дело всегда очень приятно. Какие-то песни бывают, знаете, такие выкрикнут, что ты понимаешь, что ты их лет десять не исполнял. Даже так? То есть те фанаты, которые знают каждую наизусть? У меня на этот случай либо клавиши, либо гитара, да, и я одеваю либо гитару, либо сажусь за клавиши, и прямо вот вместе с людьми вспоминаю на ходу, и мы, да, вместе в итоге поем, потому что на самом деле ничего не забывается. То есть то, что ты... Ну, видимо, то, что ты пишешь сама, оно где-то там вот откладывается. Конечно, под корочкой. В вечную память компьютера нашего головного и не стереть ничем, никаким времени. А что касается каждой новой твоей песни, вот здесь поклонники добры к тебе, они сразу говорят, что ой, какая потрясающая песня. Конечно, песни воспринимают по-разному. Так. По-разному. И причем далеко, конечно, зачастую не так, как ты этого ждешь и предполагаешь. Вот, и поэтому очень интересно, например, выпустить ряд синглов, да, а потом неожиданно провести голосование в рядах. В соцсетях. И очень удивиться, да. И вдруг понять, что они любят, вот, например, там из трех-четырех песен, больше всего далеко не ту, которую ты рассчитывала, ну или как предполагала. А свой выбор совсем вот делают другой. А как научиться чувствовать вот так вот, например, предвидеть ситуацию? Так, наверное, это даже и не нужно. Главное делать от души, а там уже как Бог даст. То есть либо, знаете, бывает, наверное, мне кажется, песни, которые быстро попадают в сердце, да, в душу. Ну вот как-то вот там с первого прослушивания раз цепляют. Другие надо раз слушать. То есть у каждого песня своя история. Там другая песня, например, клип, когда выходит, совсем другое понимание какое-то у людей, ощущения какие-то совсем другие появляются. Вот, поэтому от многих вещей зависит. И, конечно, зависит от того, если люди слышат это по радио регулярно, да, конечно, они тоже по-другому реагируют, чем на песню, которая там в неформате вышла в интернете, да. Вот людям, например, этого мало. То есть они, если бы на радио регулярно им дали, они бы, ну, смогли расслышать. Но в любом случае всегда очень интересно смотреть, как и что заходит в души. Сейчас что нам зайдет? Какая первая песня? Что сейчас нам зайдет? Вы знаете, мне показалось, что я хочу сегодняшнюю нашу программу, концертный зал наш, начать с песни «Мираж», которую, наверное, многие слушатели и зрители слышали. Да, мы знаем ее, конечно. Я ее очень люблю, мне кажется, она с сегодняшним хорошим настроением предновогодним очень сочетается. Поэтому давайте попробуем что-нибудь спеть. Я надеюсь, что меня будет слышно. Так. Может быть, проще было бы лечь и уснуть, Но как же чувства, те, что нам не обмануть? Если бы море кто-то мог выпить до дна, Я бы сумела забыть и не помнить тебя. Я падаю вновь в этот мираж, И кажется мне, что ты не предашь. Я падаю вновь, я снова лечу, Я в чудо поверить хочу. Я не хотела, перевернув календарь, Снова увидеть вместо июля в февраль. Но что-то случилось, кто-то не может уснуть, Чувство родилось где-то, где не обмануть. Может быть, проще было бы лечь и уснуть, Но как же чувства, те, что нам не обмануть? Если бы море кто-то мог выпить до дна, Я бы сумела забыть и не помнить тебя. Я падаю вновь в этот мираж, И кажется мне, что ты не предашь. Я падаю вновь, я снова лечу, Я в чудо поверить хочу. Я падаю вновь в этот мираж, И кажется мне, что ты не предашь. Я падаю вновь, я снова лечу, Я в чудо поверить хочу. Я падаю вновь в этот мираж, И кажется мне, что ты не предашь. Я падаю вновь, я снова лечу, Я в чудо поверить хочу. Я падаю вновь в этот мираж, И кажется мне, что ты не предашь. Я падаю вновь, я снова лечу, Я в чудо поверить хочу. Хочется, чтобы это чудо не заканчивалось. Но у нас есть еще, конечно, как минимум, Время до финала этого часа. Наталья Власова, программа-концертный зал, Телерадиоканал «Страна.ФМ». В Новый год как-то по-особенному Верится в чудо? Или это вера круглогодична у тебя? Как получается? Если честно, я вообще такой ребенок в душе, Абсолютнейший. Вообще, совершенно не даю себе отчет, Сколько мне лет. Мне где-то в районе 17 я застряла. Совершенно мироощущение. Да, мне кажется, даже когда я играю с дочкой, Там и того меньше. Где-то там 11-12 где-то там. Ровесницы приблизительно. Да, да, да. У меня пелагеушке как раз 11. Вот. Поэтому, что тут говорить? Не то, что верим. Вот вчера дружно сидели, записывали, Писали письма Деду Морозу. Так. Да. Мы обычно пишем письма вместе, Потом, не читая вслух, меняемся, читаем. То есть мама свое пишет письмо, А дочка свое? Я пишу свое, она свое, и еще бабушка, Моя мама свое. Тоже. Локи Мороза. Три девицы под окном. Чтобы такое еще больше новогоднее. Всем выдала волшебные разноцветные ручки. И вот мы, значит, так, горит свеча, Играет рождественская музыка Фрэнка Синатра, И мы пишем письма. Значит, вот мы записали, Потом молча передали друг другу почитать, Но вслух не читаем. А это для чего происходит? Что? Для чего это происходит? Это мы так и придумали, нам так хорошо. Вот. Прочитали, сложили, упаковали. Обязательно нужно красиво, значит, Подписать уже в сложенном виде. Там поставить какой-то фирменный там логотип или значок. То есть это Пелагея следит, Чтобы вот не просто так, не для отмазки. Вот. И, значит, ну и сложили это все, Вести в главную морозилку в нашей жизни. Это на дачу в Подмосковье. Вот там самый большой холодильник, Соответственно, морозилка самая волшебная. И там Дед Мороз, Он как бы очень быстро оттуда забирается. Уже как-то мы уже тогда уверены, Что точно дойдет. Вот. Ну и скажи, пожалуйста, Вот Дед Мороз, Когда прочтет три письма. Да. Как вам скажут? У меня все желания, Все невещественные. Да. Поэтому я надеюсь, Что он больше, Чем просто вот, Как бы, Не страдает вот только вещизмом. Вещизмом, да. Что Пелагея по этому поводу. В общем, да. Твоему письму, я так понимаю, Он очень будет рад. Пелагея письмо, Конечно, наверное, Заставит его немножечко потрудиться. Ну. Поискать придется что-то, Подумать. Там как бы, да. Там чуть-чуть. Хотя нет, я не знаю. Мне кажется, мое самое сложное. Ну, разве, Разве сложно ребенку Подарить ролики четырехколесные В Новый год? Слава Богу нет уже в наше время, конечно. Какой же в этом смысл? У тебя к лету нога вырастет. Раздвижный. Как раз. Она говорит, ты понимаешь, Мама, ты не понимаешь, Я сейчас смотрю фильм, Там вот все герои, Они очень классно поют, Танцуют и катаются на этих роликах. Потому что мне нужно Позарез передвигаться по квартире. Она говорит. И, понимаешь, Дед Мороз, Он мудрый и умный. Он же все знает. Он волшебный. Поэтому он знает, Как у меня вырастет к лету нога. И он-то все... Столько детей выросло. Он знает, конечно. А это действительно так. Это так. Не поспоришь. Волшебное продолжение. Мы посмотрим, Он как вообще пойдет на это или нет, Или чем-то заменим. Пойдет. Мне почему-то кажется, Что пойдет. Обязательно. В данном случае, да. Дед Морозу. Большой привет. Он сейчас смотрит, слушает Страну ФМ. И следующая песня у нас сейчас. Да. Давайте, друзья, сейчас... Люби меня дольше споем. Такая песенка у меня тоже очень. Люблю. У меня сейчас вот прямо на днях Должна состояться премьера клипа на эту песню. То есть это самая новая на данный момент песня. Моя. Нет. Ну, новогодняя она новее. Но имеется в виду та, которая сейчас выйдет на экраны. Которая на всех радиостанциях. Надеюсь, что у вас... Она тоже появится обязательно, конечно. Мне вас, кстати, по-прежнему не слышно. Я вас слышу только live. Ну, live вот. А вот это, мне кажется, небеса просто делают так, чтобы ты слышала только прекрасные, а вот этот щебет, наверное, не доносился. Хорошо. Ну, давайте. Люби меня дольше. Не к чему усложнять нам минуты. Задержи на мгновенье дыхание. Обними тех, кого любишь. Это то, что имеет смысл. Не волнуйся и просто будь счастлив. Танцуй, слушая музыку. Ведь все, что тебе нужно, есть у тебя уже. Любим меня больше, любим меня крепче, как я тебя. И мы будем вместе с тобой, будем вместе любовь моя. И весомости я касаюсь, отрываюсь от земли. Мы с тобой нашли друг друга, я и ты, я и ты. Встречай доброе утро. Делай то, что тебе нравится. И отдай все, если нужно. Это то, что имеет смысл. Не волнуйся и просто будь счастлив. Танцуй, слушая музыку. Все, что тебе нужно, есть у тебя уже. Любим меня дольше, любим меня крепче, как я тебя. И мы будем вместе с тобой, будем вместе любовь моя. И веселости я касаюсь, отрываюсь от земли. Мы с тобой нашли друг друга, я и ты, я и ты, я и ты. Не волнуйся, танцуй, ведь все, что тебе нужно, есть у тебя уже. Люби меня дольше, люби меня крепче, как я тебя. И мы будем вместе, с тобой будет вместе, любовь моя. И веселости я касаюсь, отрываюсь от земли. Мы с тобой нашли друг друга, я и ты, я и ты, я и ты. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Дорогие друзья, мы продолжаем в концертной студии, в концертного зала телерадиоканала «Страна ФМ» Наталья Власова. Наташа, мы вот узнали новость эксклюзивную, секретную, что скоро будет премьера клипа на песню «Люби меня». Ну, может быть, немножечко расскажешь вкратце. Или будет полный сюрприз и тайна. Но премьера клипа как раз на песню, которую только что я пела. «Люби меня дольше». Ее снял, клип на эту песню снял Сергей Грей. Наверное, я думаю, что это самая серьезная видеоработа в моей жизни. Вот как интересно. Хотя бы потому, что ее так долго делают. Мы два с половиной месяца назад сняли уже клип, смонтировали. И вот это все время, это постпродакшен, делаем, делаем, делаем. Что же там будет такое? Никакой продолжительной работы над видео в моей жизни еще не было. Поэтому я надеюсь, что оправдаю ожидания всех, кто ждет. Ну и что я сама тоже обрадуюсь. Ты еще вообще ничего не хотел, еще пока ни кусочков, ни фрагментов? Мне вас вообще не слышно. Какой-то ужас. А можно сделать так, чтобы мне было... Нет, у меня вообще нет в наушниках. Вообще даже намека. Ведущих верните, да, Наталья в наушниках. Просто мне не слышно, что вы спрашиваете. Мы спрашиваем про то, что тебе удалось ли увидеть хотя бы фрагмент клипа? То есть понимаете, там очень много графики. И поэтому очень многие вещи, их знал только режиссер и художник, который рисует. А я, условно говоря, многие вещи увижу, когда мне сдадут. Причем я сказала, что давайте, чтобы я вас не мучила, по частям что-то не разбирала. Я говорю, вы сделайте и покажите мне целиком. Поэтому я надеюсь, что это будет приятный шов. Ах, ждем. Наташ, когда конкретно? Вы знаете, до 20 декабря должен выйти. Осталось буквально вот. Не знаю, через неделю где-то. Вот как-то так. То есть прямо горим. Ждем с нетерпением, следим за соцсетями. Спасибо. У меня вопрос к девочке, которая чувствует себя на 17 лет. Откуда такая тяга к знаниям? Знаниям? Да, вот откуда. Сколько образований, Наташа? Скучно жить. Вы про что, про мои учения? Университеты, да. Сколько их всего? Да нет, на самом деле немного. Чего? Два. Два? Да. Ну вот музыка началась с самого детства, да? Музыка с пяти лет, да. Потом училище при консерватории. Потом высшее, соответственно, музыкальное образование. Я педагог фортепиано. Консерватория, запрещали, да? Да, и еще я дирижер-хоровик по профессии. Ну а потом вот прошло лет десять, и в ГИТИС меня занесло. Вот это была потребность души. Многолетняя, кстати. То есть я вот искала, искала для себя. Думаю, где же мне вот этому всему поучиться? Вот хочу, душа просит, а где? И уже там и туда пыталась пойти. Мне говорят, Наташа, ну ты что, с ума сошла? Это не профессиональный, не тот уровень. Но мне не приходило в голову, что я могу пойти и полноценно получить образование. Я искала какие-то курсы, какие-то там вот что-то такое, какие-то мастер-классы. И потом позвонили из ГИТИС и сказали, а Наташа... А потом позвонили мне, да, и сказали, завтра в десять утра экзамен. Я думаю, вы с ума сошли? Басня Крылова и отрывок. Ну там, это сумасшедшая была ночь, такая авантюра, конечно, из авантюр. Однако, я так полагаю, что ты получила то, что хотела, потому что и главные роли спектакля, и понесло еще одну такую, наверное, огромную дорогу открыла в твоей жизни. Ну, знаете, я думаю, что потом через время станет понятно, на самом деле, все, что я приобрела, да, на самом деле там. Но я думаю, что приобрела гораздо больше, чем рассчитывала. Потому что в моей жизни появились такие люди, как Владимир Алексеевич Андреев и Валентинович Гафт. Вот, поэтому соизмерить это с чем-то, ну, совершенно невозможно. Поэтому я выиграла бесценный приз. Поэтому тут даже говорить вообще не о чем. Говорить не о чем, но есть о чем спеть. Я, кстати, давненько не пела под клавиши. Поскольку у нас сейчас все-таки снежное, зимнее настроение, точнее, больше слякотное, но я желаю больше все-таки снежного, такого мягкого, нежного хруста нам всем под ногами и сказочного настроения новогоднего. И чтобы мы подарки выбирали подлетящий, красивый, такой немокрый, такой вдохновляющий снег. Вот, поэтому споюсь сейчас я песню «Зимовать». До рассвета всего чуть-чуть Где-нибудь или как-нибудь Мы живем, обгоняя дни Одни Опрокинулся лунный круг Снова замерло все вокруг Что-то кажется мне вот-вот Оживет Ты Приходи ко мне зимовать Я тебя научу летать Будем вместе с тобой опять До скорого Приходи, я тебе скажу Где была и чего я жду Ты расскажешь мне, как дела Что нового Ты расскажешь мне, как дела Приходи, я тебя прошу Приходи, я тебя прошу Когда вместе мы я дышу Глубже сердца и выше звезд Мир прост Постарайся меня понять Я тебя не хочу терять Я тебя не хочу терять Ну и что, что у нас все так Не так Ты Приходи ко мне зимовать Я тебя научу летать Будем вместе с тобой опять До скорого Приходи, я тебе скажу Где была и чего я жду Ты расскажешь мне, как дела Что нового Ты расскажешь мне, как дела Студия 89 и 9 Концертный зал В гостях у телерадиоканала Страна ФМ Сегодня Наталья Власова Мы играем, мы разговариваем Очень красивая была песня только что Очень красивая зимняя Да, мы уже в эфире Продолжаем музицировать Ну, в общем, на сцене ты впервые появилась Здесь ты с Шопеном и с Шубертом Шопеном Репертуар такой Шопеном, как пианистка А Шуберт Знаете, я на сцене капеллы В 9 лет играла вот эту музыку Божественно Ну и все, и все Шопен меня в своей сети вечной пленил и не отпускает по сей день Вот А потом же был Шуберт А в Амарии А, Шуберта я пела Да, да, да Что-то играла, но очень мало Да, да, да А в Амарию я пела солисткой с хором Мне было 10 лет То есть сначала багаж такой классический Да Очень серьезный, глобальный И после этого Я прямо любила, знаете, я с 5 лет как зазомбирована Я слышала, я видела вот руки пианистов Слышала музыку У меня прямо вот так И я сразу сказала На концерты ходили Да, и вот И тут И тут папа говорит Знаешь что? Так может каждый Уже написанное сыграть А это сочи не свое Знаете, что только не скажешь Когда, понимаете Значит, в малогабаритной Трехкомнатной квартире С такими фанерными дверями Он в течение 5 лет Слушал подобное Гаммы Потому что я это не умею играть Ну вот и тому подобное Да Не знаю И там какой-нибудь Классический репертуар музыкальной школы Сейчас Это еще самое приятное Да, то есть обычное Да, конечно Это там какой-нибудь там Это же ужас Технику развивать надо было, конечно Вот, и поэтому, конечно Папа с ума подошел Подсошел Да И Дельный совет В жизни дочке дал Да Говорит Классику уже Умеют играть миллионы Ты бы хоть свое что-нибудь Попробовал сочинить Ну неужели правда эти Надо было растоптать всю веру в себя То есть Что вот ты даром свое время тратишь Вот на бахов, шопенов и биткоинов И эти слова повлияли прям так очень серьезно? Ну знаете, он не их твердил много лет А, это же не один подход был Нет, это уже по-моему один раз Этот подход был лет 5 То есть каждый раз, когда у него терпение заканчивалось Он так, проходя мимо комнаты, сигареты открывал И, значит, выдавал эту речь опять Я вначале слушала молча, потом разу к пятому я говорю Ну как это, ну, они же все мужчины, а я девочка Что я могу написать? Папа говорил, а как же На что он так, значит, выдохнул опять дым через ноздри и сказал А Пахмутова тоже девочка И уже не поспоришь Все Замолчать на какое-то время я думала Еще пару-тройку лет Ну а когда наконец папа услышал уже то, что его дочка написала Здесь какая реакция была? Слушайте, я, честно говоря, не знаю, потому что я написала и ушла из дома Поэтому его реакции уже мне неизвестны Думаю, что гордился Ну то есть я, наверное, все-таки себя гладил по голове и говорил Вот, я же говорил И заказывал песни на радио Точки Да Наташ, мы с удовольствием послушаем еще, что сейчас будет Давайте сейчас споем песню А девочка на шаре можно мне поставить? Совсем одна из самых последних песен Две абсолютных у меня премьеры, получается Ой, спасибо огромное, это очень приятно На шаре танцевала девочка Закрыв глаза На шаре танцевала девочка Забыть нельзя Она кружилась очень медленно И так легко Я не заметила, как пленницей стала ее Нет, не останавливайся Нет, не останавливайся Я хочу долго смотреть Как ты улыбаешься Девочка на шаре танцевала Девочка мне кисти приказой Девочка на шаре танцевала Девочка на шаре танцевала Зрители забыли обо всем Девочка на шаре танцевала Мне на сердце оставляя след Только не заканчивай Не надо Не хочу, чтоб наступал рассвет Струилась между нами музыка души моей И мне казалось И мне казалось, что вселенная И я с ней На шаре танцевала девочка Закрыв глаза Мне не известно ее имя Но забыть нельзя Нет, не останавливайся Нет, не останавливайся Я хочу долго смотреть Как ты улыбаешься Девочка на шаре танцевала 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 Не на сердце оставляя след Только не заканчивая Не хочу, чтоб наступал я свет Субтитры подогнал «Симон» По всему земному шару мальчики и девочки, вне зависимости от возраста, в душе сейчас точно танцевали Не все понимают эту песню, она очень красивая Какая-то совершенно особенная Есть люди, которые не совсем поняли, о чем я Но, надеюсь, кто-нибудь понял из тех, кто сейчас нас слушает Спасибо большое Я думаю, что многие поняли, что Наталья была в цирке Видела эту самую девочку Просто потому, что все знают, что ты всегда пишешь песни Потому что пишешь всегда то, что чувствуешь, то, что видишь, о себе, то, что знакомо Да, эту песню я написала прямо вот, сидя на свадьбе у друзей И передо мной танцевала эта девочка И прямо вот она закончила танцевать Ну правда же значит? И я уже, у меня в голове эта песня уже была Ну вот Я прямо в диктофон сразу напела Прямо во время ее номера А как вообще рождаются песни еще? В каких местах? Ночью, утром, с рассветом? Как они приходят? Читаю по губам, слышу про рассвет, там что-то на рассвете Да, имеется в виду Как песни приходят, Наташа Ну знаете, всегда пора Вот иногда песни приходят, когда девочки на шарах танцуют Да, это понятно Ну то есть вот танцуют, танцуют просто песни Вот Приятно Всегда они, я могу сказать одно Я никак не могу проследить, как это происходит И что нужно сделать И как вообще это можно контролировать Но это всегда приходит внезапно Как эту музыку вызвать, да? Это же невозможно Это единственное правило, которое действует И когда не ждешь, когда Просто вдруг в голове начинает звучать песня Как будто бы ты ее знаешь, да? Ну вот там Jingle bands Вдруг начинает звучать Но я просто понимаю, что я такую никогда не слышала Значит моя Я включаю тиктофон и записываю У меня вот так происходит Но как происходит, господи? Пусть это окажется тайной и будет еще много-много раз Наташа, как началось ваше сотрудничество с Валентином Гафтом? Валентин Гафтом Меня подзнакомил с ним учитель мой Наш мастер курса Владимир Алексеевич Андреев Валентин Нович подарил мне книгу стихов Я же девочка сумасшедшая Я пришла домой Думаю, ну почитаю перед сном Легла и сразу за полчаса песен пять написала Так же вот диктофон Кричаю, раз песенка Следующий стих, что почитаю Раз, снова песенка Вот так А на следующий день мы встречались Как раз в театре Ермоловой Вот И мы выступали с Владимир Алексеевичем Там в театральном зале Я что-то сижу И как раз играю То, что ночью написала И я даже не знала, что он титул должен прийти Понимаете? То есть я сижу Наигрываю там что-то вот Я строю мысли Сейчас что-нибудь вам изображу Вот То есть это на следующий же день буквально Это да Это на следующий же день После того, как он мне подарил книгу Я пою что-то такое Я строю мысли на мосты Их измерения просты Я строю их из пустоты Чтобы идти туда, где ты Мостами землю перекрыв Я так тебя и не нашла Глаза открылись Рядом ты Ой, господи, какой у меня тот аккорд Мой путь закончен По-моему, я тут как раз песню играла Я так играю Так на большом звуке Монитор и так понимаю глаза И стоит Валентина Ильича Ни откуда возник Я вот так остановилась Он мне показывает Я думаю, боже Что сейчас происходит? Боже, останови это мгновение Это что, правда? Это так было невероятно И он меня пригласил участвовать с ним В его Ну, выступать в его программе Ну, это счастье Вот, собственно, вся короткая история Это большое счастье Ну, как, не короткая В общем, это длилось достаточно долго Наташа, мы очень хотим тебя попросить Подарить нам счастье Еще в виде твоей песни Да Давайте споем сейчас песню Мы еще пару песен споем, да? Да, конечно Если пару споем, давайте прелюдию Сейчас мы споем Три у нас еще впереди песни Для тех, кто Да, ловлются тоже По ту сторону экранов Да, давайте прелюдию споем Не могу сидя петь Только когда играю, скажу Я не прошла бы мимо Если бы даже силой кто-то тебя спрятал Я не прошла бы мимо Слишком душа ранима, разум Я виновата Если не ждал, не верил Шире открой мне дверь Я принесла удачу Я принесла надежду Только со мной будь нежным Если я что-то значу Много таких на свете Кто до сих пор Как дети верят Мечтают, любят И никогда не прячут То, что так много значит И новый день наступит Если не ждал, не верил Шире открой мне дверь Я принесла удачу Я принесла надежду Только со мной будь нежным Если я что-то значу То, что одна у тебя такая Это я Это я Это я Так, что одна у тебя Такая Это я Это я Я не прошла бы мимо Если бы даже силой кто-то тебя спрятал Я не прошла бы мимо Слишком душа ранима, разум Я виновата Если не ждал, не верил Шире открой мне дверь Я принесла удачу Я принесла надежду Только со мной будь нежным Если я что-то значу Девушка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это не просто песня, Александр, это музыкально-драматическое произведение. Только женское сердце, вот по-настоящему, которое любила, любит, испытывала эти чувства, может написать подобные вещи. Спасибо, Наташа. Спасибо. Спасибо, это очень красиво, невероятно. Оркестра явно не хватало. А что не хватало? Оркестра, да. Но я надеюсь, что вы представили. Мы представили, и мы будем ждать тебя в следующем году с оркестром. У нас новая студия, вот здесь вот за стеночкой прямо, оснащается уже технически. И там мы уже будем готовы принять тебя просто в любом составе, в каком только пожелаешь. С симфоническим оркестром. А вот сочинила я ее вот так вот. Вот так. Да, все-таки иногда помогает. Да, но здесь просто прям переплетается и голос, и клавиши, и все в едином. Наташа, а что у вас в плеере играет? В плеере? Да, в автомобиле. Но у меня играет. У музыкантов же никакого простых людей. С Apple Music. Прям все подряд. Все подряд, да? Я, знаете, последнее время подсела на Shazam. Я просто езжу, и вот всю музыку, которую где-то слышу, которая мне нравится, я сразу скачиваю. И вот у меня сборник таких вот прямо песен, которые меня очень радуют. И у меня он называется, я не знаю почему, Бодрячок. Бодрячок, вот именно там же вот эти можно плейлисты сделать. У меня Бодрячок, это у меня любимый плейлист, подборка. И там далеко не все бодрые песни, но большинство. Но называется Бодрячок, потому что как-то он воздействует на меня магически. А что касается тумбочки прикроватной, там какие книги сейчас? Наталья читает за поем, так позволю себе выразиться, и одновременно несколько. Я не то, чтобы сказать, очень много по времени читаю, я почему-то читаю хаотично. У меня на прикроватной тумбе вот такая стопка книг. То есть там начиная от истории, там не знаю, от истории мира, заканчивая историей кино, заканчивая, то есть продолжая Чеховым, потом там какая-нибудь новая история человечества, там Анна Ахматова, то есть я не знаю. И вот оно лежит, то есть то, что мне понравилось, но на следующий день хотелось другого. Под настроение что-то, да? Я подхожу каждый раз к стопочке, думаю, что у меня сегодня, значит, по желанию. Я выдергиваю. Это как с музыкой, Наташа. Да, получается? Как вот песня. Хочется эту послушать? Так же с книгой. Да, наверное. Так, я поняла ваш намек. Да, мы сейчас споем. Друзья, еще одна премьера. Вообще, вот песня, которая у нас выйдет когда? Завтра, после 15 декабря премьера у нас. Это завтра? Завтра, господи, завтра, с ума сойти. Вот, видите, вспомнила. Я первый раз в жизни написала прям новогоднюю песню. Прям вот написала, честно скажу, года три назад. И все никак руки не доходили, ну, как сказать, ее завернуть в красивый фантик. И вот, наконец, мы это сделали. И вот в первый раз в жизни я прям вот готова к Новому году профессионально. Ну, с Новым годом! Да, давайте, друзья, споем песню. И снова Новый год. Сейчас вот прямо под минусовку первый раз в жизни ее буду петь. Так что вот премьера из премьер. Это не та песня, это прелюдия. А мы и снова Новый год. О, да. Сколько лет прошло, но вместе снова мы. Ёлки, свечи и волшебные огни. Снова в гости ждем мы чудо из чудес. Пой об этом вместе с нами или без. И снова Новый год. И снова Новый год. И снова здрасте. И знаю точно, я. Нам будет счастье. И ты, и ты, нет, друг. В огромном мире. Давайте все споем. Давайте все споем. И снова Новый год. И снова здрасте. И знаю точно я, нам будет счастье И ты, и ты не будь в огромном мире Давайте все споем, все споем Вот вы с Ромой репетировались Эта музыка мне голову кружит Дед Мороз подарки дарит ворожей Мандарины, танцы, сказки нет покоя С легким паром и шампанской рекой И снова Новый год, и снова здрасте И знаю точно я, нам будет счастье И ты, и ты не будь в огромном мире Давайте все споем, давайте все споем И снова Новый год, и снова здрасте И знаю точно я, нам будет счастье И ты, и ты не будь в огромном мире Давайте все споем Людей не хватает, все споем Сейчас бы увидеть всех, кто нас слушает Вот волшебный экран был у нас раз и отобразил Всех, кто сидят у экранов или в машинах едут Все споем И снова Новый год, и снова здрасте И знаю точно я, нам будет счастье И ты, и ты не будь в огромном мире Давайте все споем, давайте все споем И снова Новый год, и снова здрасте Мы с вами репетировали, и знаю точно я, Роман Нам будет счастье, и ты, и ты не будь в огромном мире Давайте все споем, давайте все споем И снова Новый год, и снова здрасте И знаю точно я, нам будет счастье И ты, и ты не будь в огромном мире Давайте все споем Все споем Все споем Спасибо, да Друзья, концертный зал Я представила себе сейчас всех людей, которые вместе с нами танцевали, слушали Сидя, лежа, стоя у телевизоров или в кресле Наталья Власова, друзья И за хореографию отвечал Роман Шахов С Новым годом Ну, бодрячок, что я могу сказать, правда? Да, Александра, не усидеть Друзья, продолжается концертный зал Наталья Власова в гостях у Страны ФМ Мы сегодня слушаем, танцуем, разговариваем В общем, находимся в приподнятом предновогоднем настроении Наташа, что касается отдыха и поезда куда-то Что-то на новогодние каникулы уже запланировано? Питер, Таллин, что из этого? Нет, Алтай Неожиданно Да, очень-очень И так хотелось, чтобы и для нас это было супернеожиданно Поэтому собираемся с друзьями и дочкой на Алтай Кататься на оленях, собаках Вот, на Марин остров Но если все получится, будем там Значит, будем ждать песню про оленей? Да Про горы, про природу 100% что-то красивое, сказочное, зимнее будет обязательно написано В этом даже не сомневаемся Но немножечко про Пелагею очень хочется спросить Музыкой увлекается? Шопен, Шуберт, знает ли она эти фамилии? Нет, с классикой у нас пока... Песни Натальи Власовой, может быть, что-то поет Да, но она с рождения Луи Армстронга от Фрэнка Синатра отличает Ну, это все, в принципе, познания То есть самая классика, в общем-то, для нее Нет, ну, наверное, конечно, лунную сонату Тоже И Моцарта От Баха тоже отличит Но, в общем, не сложилось пока Нет Не смогла заставить на рояле заниматься Очень любит петь Но больше всего любит петь, когда ее никто не слушает Вот, когда ее слушают люди Она что-то так пока что скромничает Что-то вот как-то так А когда мама такая, конечно, здесь нужно или сразу показать себя во всей красе? Ну, не знаю, какие у нее там соображения Но поет она так круто, невероятно Но пока об этом знают очень немногие Похожа на твою манеру? У нее, знаете, нет У нее голос похож по частоте звонкости и силе на Жанну Агузарову Как интересно То есть вообще немой и близко Мне такой голос и не снился То есть она кукушку с лету поет Вот Полина Гагарина версию Так что я в шоке В смысле, кукушку, которую перепела Полина Гагарина Да, 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 вот эту версию Да Будет ли она в каком-нибудь конкурсе участвовать? Может быть, вот желание? Ну, она мечтает, конечно, на голос пойти Но ничего пока для этого не делает Вот, да Только поет, когда ее никто не слышит Тренируется Если уже есть мечта, значит, просто правильно она созревает и внутри набирается силушек и все случится Да, мы вроде остановились на том, что мучить я ее не буду, когда созреет, тогда созреет Ну, пока что так Но у нас есть гораздо, ну, такие планы вообще сногсшибательные Она со следующего года собирается ехать в английскую школу учиться в Испании О, здрасте вам Вот это да Переезжать В английскую школу учиться испанскому? Нет, в Испании английская школа Вот как Ну, школа английского языка Ну, то есть вообще на английском языке все обучение Да И она уже сдала тест И прямо серьезно собирается 11-летний ребенок Это же уже все Прощай детство, что называется Какой-то кошмар Говорят, оттуда не возвращаются А как мама? Вот как, а как? Даже ничего мне не говорите Пока, да? Мама срочно Это выше моих сил Я не знаю Я бы никогда в жизни это не придумала Автор идеи не я Если Пелагея уедет Наталья точно напишет сразу песню Какую-нибудь такую вот Ой, не надо Душепробирающую Нет, я не могу Ну, да-да, давайте думать о хорошем Пусть все будет хорошо, конечно Но, конечно, и дочке нужно тоже расти Получать хорошее образование Ничего не произошло Встает на крыло дочка, Наташа Наташа, что касается творческих планов Есть ли какие-то у тебя на наступающий Новый год Такие серьезные задумки? Может быть, новая театральная работа? Может быть, какой-то необычный концерт? Пока же театральных новых приглашений нет, к сожалению Из ближайшего обозримого будущего Это большой концерт в Петербурге В БКЗ Октябрьский 15 марта Ну, это уже пора готовиться Мы, в принципе, начинаем уже готовиться К этому моменту Поэтому это ближайшее главное для меня Ну и выход клипа, который должен То есть завтра у нас, получается, выходит песня И снова Новый год А 20-го? Через неделю выход клипа Люби меня дольше Ну, а потом уже концерт Вот, да, пока что Пока что это все мои Есть же опыт еще и написания музыки к фильму Ну, да, да, есть парочка Эта история для тебя, она чем-то отличается от написания песни? Вы знаете, достаточно интересно, когда тебе присылают сценарий Вот, и ты читаешь историю И ты, как бы, на заданную тему пишешь И вообще мне очень нравятся, знаете, задачи, когда время ограничено У меня почему-то рождается вообще мгновенно То есть вот если мне, не знаю, там Позвонят и скажут Наташа Там, не знаю Сегодня вечером выход фильма на первом канале Нужна песня вот на эту тему И пришлют текст Я ее тут же напишу То есть она будет вот у меня через там 20 минут готова Я не знаю, как это срабатывает Это какой-то, видимо, такой творческий стресс Но как бы сразу такие какие-то вещи Интересные очень Появляются на свет Которые никогда бы не родились, да, если бы Не это стрессовое творческое предложение Поэтому интересно В общем, предлагайте Готова работать за 20 минут Все сделает Да, а что касается съемок в кино Съемок в кино Скажи, пожалуйста Вот здесь, как ты ждешь приглашение Открыто для приглашения Да, периодически все время приглашают Но Ну потому что очень красиво И фактура, и образование есть Все Вот Приглашают, но, честно говоря Я почему-то пока ничего не Не зацепила Ну вот кроме Спарта Спарта, да, я же сыграла главную роль А больше пока что Не удалось ничего выбрать интересного Для себя Вот последнее предложение было где-то неделю назад Я почитала сценарий И выбрала его обратно Нет, да Там телеканал РТР, но все равно это Работайте дальше над сценариями, дорогие дворцы То есть если судьба, то как бы все Всем понравится И меня захотят, и мне понравится Так что я жду Интересно У нас следующий музыкальный номер, Наташа Я даже просто не знаю Я думала, что я уже все спела Меня напомнили про страшную песню Оказывается, все-таки не будет в моей жизни В моей жизни, первой в жизни передачи без этой песни Но я как-нибудь ее совсем по-другому давайте спою Та самая, о которой мы думаем Неужели? Подожди, ну давайте я вот как-нибудь Мы уж и не надеялись Боже мой Не знаю Видеть тебя всегда Хочется мне сейчас Мысли твои читать В каждом движении глаз А еще иногда Слышать дыхание так Чтобы был каждый вздох в такт Я у твоих ног Спасибо не говори В этом тебе помог Бог Его и благодарит Только своей рукой вылепила тебя Как ветер, бархан, песка С ним я сравню себя Знаю, что получу Все, что мне захочу Лишь бы мне все успеть Спеть Я у твоих ног Я у твоих ног Спасибо не говори В этом тебе помог Бог Его и благодари Я у твоих ног Я у твоих ног Спасибо не говори В этом тебе помог Бог Его и благодари Я у твоих ног Спасибо не говори Спасибо не говори В этом тебе помог Бог Его и благодари И даже мужчины сейчас Разрыдались Аплодируют стоя Вся страна Даже те, кто в машинах Мне кажется, вышли из автомобиля И аплодируют И благодарят тебя, Наташка Мы тебя благодарим И за эту песню Конечно Я как причем все женщины Так и мужчины Конечно Здесь абсолютно нет Никакого разделения И вообще за то, что ты делаешь Ты невероятно необычная Очень талантливая Спасибо Пусть будет больше Этих светлых Волшебных твоих песен Иногда и грустных Но они все равно Вселяют столько сил И уверенности И очень много добра Спасибо Больше единочувственников Желаем Спасибо огромное Спасибо всех С наступающим Новым годом С наступающим Новым годом Страна Наталья Власова Очень скоро премьера Клипа нового Артистки в нашем эфире Не пропустите Концерт в Питере Не пропускайте Если есть возможность приезжать Новый год И снова здрасте И знаю точно я Нам будет счастье Я же хотела на этом закончить Понимаете С Новым годом С Новым годом Да, друзья С наступающим Спасибо за субтитры DimaTorzok